Влада Ольховская. Не откладывай свадьбу на завтра. Пролог. Наталья не любила детей, потому что дети были её работой. Собственной работой они стали не неожиданно. Этого следовало ожидать девушке, поступившей в педагогический университет. Правда, тогда у неё не было большого выбора. Пошла туда, куда оценки позволяли. Наталья оставалась лишь надеяться, что за пять лет обучения она успеет выйти замуж и таким образом спастись от столь нежеланной профессии. Не получилось. Несмотря на свои усилия, кольцом на безымянном пальце Наталья не обзавелась. А мимолетные романы каждый раз сжигали столько нервов, что она отчаялась и не взлюбила мужчин практически так же сильно, как детей. Да и потом найти работу оказалось сложнее, чем она ожидала. На собеседование её звали, а вот дальше ни одного звонка. Порой она не выдерживала и звонила сама. И тогда на другом конце вежливый голос сообщал ей, что нашёлся более подходящий кандидат. Она принимала это как данность. Мир вообще несправедлив. Одним достаётся всё, а ей, сколько бы она ни старалась, ничего. Лишь один раз Наталья не сдержалась и спросила, почему её не наняли. — А вы попробуйте улыбаться чаще, — отозвалась девушка, проводившая собеседование. — У вас такое страдающее лицо, что прямо не хочется вас мучить этой работой. Словом, бред полный, а не причина. Кого вообще интересует её лицо? Она устраивается воспитателем в детский сад, а не моделью в рекламные агентства. В конце концов, работу она получила, хотя и это не стало поводом для радости. Наталья подозревала, что наняли её лишь потому, что больше никто не хотел идти работать за мизерную зарплату. Но она к тому моменту оказалась в таком положении, что стало уже не до выбора и капризов. Всё вышло не так уж плохо. К мизерной зарплате добавились бонусы от родителей, безропотно сдававших на новые шторы раз в два месяца. Питание, опять же, казённое, одной траты меньше. И всё-таки раздражение внутри Натальи нарастало. Она чувствовала, что это не та жизнь, которой она достойна. Улыбаться становилось всё тяжелее. Вот и теперь она направлялась на работу солнечным августовским утром, но радоваться погоде не хотелось. Вообще ничему радоваться не хотелось. Плюс августа только в том, что не нужно идти в темноте, как это бывает зимой. А на отпуск у неё всё равно. Денег нет. Летом детей меньше, и она позволяла себе приходить чуть позже. Дверь в группу открывала нянечка. Она пожилая. Ей рано вставать проще. А Наталья являлась тогда, когда почти все дети уже собирались. Сегодняшний день обещал быть ничем не примечательным. Та же трата времени, что и обычная. Издалека Наталья видела, как мелькают среди зелени окружающий детский сад родители, оставляющие ненаглядных чад на её попечение. Счастливые сбросят здесь своих детёнышей и радуются. А ей следи за этой оравой. От ворот к детскому садику Наталья шла, опустив голову. Ей не хотелось ни с кем здороваться и никому смотреть в глаза. Она подозревала, что, пересёкшись с ней взглядом, они почувствуют её зависть. А это уже унизительно. Как правило, такая стратегия прохода к садику работала. Но сегодня не повезло. На одной из узких дорожек Наталья столкнулась с молодой женщиной и невольно отступила на газон. «Аккуратней!» — рявкнула Наталья. Это было скорее инстинктом, чем желанием поквитаться с теми, у кого жизнь удалась. Она всегда так реагировала на конфликты. «Смотреть надо!» «Извините!» — смущенно отозвалась-то. Задумалась и не заметила. Она была одета странно. Было утро, и солнце грело не слишком сильно, но её длинный плащ всё равно было не по погоде. Голову она прикрыла лёгким платком, из-под которого пробивались каштановые волосы. Половину лица женщины скрывали зеркальные солнечные очки а-ля стрекоза. «Что-то я раньше вас не видела», — заметила Наталья. Ей просто хотелось изобразить профессионала. «На самом деле она и половину родителей доверенных ей детей не знала. Зачем? Она же не их личная служанка. Деньги приносят, и ладно». Но тут она неожиданно попала в точку. «Я здесь и не появляюсь», — произнесла женщина. «Я привела ребёнка подруге. Меня Агния зовут. Агния Туманова». «Поздравляю!» — безразлично отозвалась Наталья. Она имена родителей не знала, так не хватало ещё имя чьей-то там подруге запоминать. И вообще дурацкая манера представляться в такой ситуации. Не дожидаясь продолжения разговора, Наталья направилась своей дорогой. Вроде бы ничего особенного не произошло, но настроение было безнадёжно испорчено. Вот так у кого-то из здешних мамашек нет даже времени ребёнка в сад отвезти. Подруг посылают. А сама, небось, в фитнес-клубе дорогом сидит. Когда она, наконец, добралась до нужной комнаты, группа уже была в сборе. Всего двенадцать детей. Для лета нормально, хотя в целом садик переполнен. При всех поборах на шторы оставлять ребёнка здесь всё равно дешевле, чем участников. Дети были привычно бодры и жизнерадостны. Одни с визгом носились друг за другом, другие рисовали, третьи делили между собой какие-то конфеты. Вообще давать детям сладости с собой запрещалось, но Наталья не видела в этом причины для беспокойства. Если бы здесь находились родители, она бы наорала на них исключительно ради собственного развлечения. А на детей срываться бесполезно. Они с виноватым видом постоят и дальше шкодить продолжат. «Тихо тут!» — прикрикнула она исключительно ради профилактики. Устроили крик. «Накажу!» Они временно притихли. Уже хорошо. Впереди её ожидал долгий, скучный и бездарный августовский день. Наталья устроилась журналом в углу комнаты. Отсюда можно было вести общее наблюдение, читая при этом о чьей-то красивой жизни. У неё тоже так и будет однажды. Правда, на этот раз полностью раствориться в описании яхт и замков не получилось. Первой её отвлекла худенькая светловолосая девочка, только что вернувшаяся в садик после болезни. «Наталья Кирилловна, мне плохо!» «Что болит?» — безразлично поинтересовалась Наталья, окидывая ребёнка беговым взглядом. «Выглядит нормально, значит, переживёт!» «Не знаю, всё!» «Посиди в уголке!» «Пройдёт!» «Но...» «Посиди!» — я сказала!» Настаивать она не решилась. Но как только она ушла, к воспитательнице подбежала полная ржеволосая девочка. «У меня голова болит и тошнит. Посиди тихо. Можно мне воды?» «Да что ж такое сегодня!» — нахмурилась Наталья. «Вы сговорились?» «Да!» Девочка испуганно сжалась и поспешила уйти. Наталья постаралась подавить раздражение, разглядывая фотографии новой коллекции купальников. А где-то море и солнце. «Наталья Петровна!» На этот раз кто-то из мальчишек пришёл. Она даже не оторвалась от журнала. Надоела. «Я, Кирилловна, и отстань!» «Но там Катя!» «Она лежит на ковре!» «Пусть лежит!» «Не трогай!» «И у неё кровь идёт!» «Пуси!» «Какая кровь!» Наталья отложила журнал. Правда, не из-за страха, а чтобы наказать наглого мальчишку, додумался пугать её. Но когда она увидела то, на что указывал ребёнок, ей уже было не до упрёков. На светлом ковре, лишь недавно подаренном детскому саду, застыла та самая девочка, которая подошла к ней первой. Она не двигалась, глаза были закрыты, а нижнюю часть бледного лица покрывал слой крови, продолжавшей сочиться из уголков рта и носа. Наталья никогда в жизни не видела, чтобы кровотечение из носа было таким сильным. Но это ещё не всё. Женщина с ужасом наблюдала, как дети, до этого занятые своими делами, один за другим прижимали ладони к лицам. Сквозь тонкие пальчики сразу же начинали пробиваться алые ручьи. Крови было слишком много, чтобы остановить её так просто. Они не плакали и не кричали, никто из них. Одни дети оставались на месте, другие просто падали на пол.